Дорогие друзья, сегодня мы начинаем изучение третьей главы Перкей Авод с комментариями Любайческого Рэбе и мы продолжаем. Итак, первая Мишна Акавия Бен Мегалалель говорит, «Подумай о трех вещах, и ты не попадешь в руки греха, ты не согрешишь. Знай, откуда ты пришел, куда ты идешь и перед кем ты будешь отвечать на суде и отчитываться. Откуда ты пришел? Из капли семени. Куда ты идешь? Место, где прах, тлен и черви. Перед кем ты будешь отвечать на суде и отчитываться перед царем царей, святым, да будет он благословен». Итак, подумай о трех вещах, о великолепии того, кто установил заповеди и тебе сразу захочется исполнить их, говорит Рамбам. Отвечать на суде, разве отчет не должен предшествовать решению в суде? Говорится. И когда мы говорим о трех вещах, то здесь важно еще и следующее. Не отстраняйся от мира, потому что мир является посредником, при помощи которого ты можешь достичь совершенства, сказано. Теперь мы разберем более подробно эти три понятия. Откуда ты ведешь свое происхождение? Ты его ведешь не из этого мира. И твоя душа происходит из ничего Всевышний создал ее. Где отсутствуют любые ограничения. И куда ты идешь? Когда ты об этом задумываешься, куда ты идешь, то есть... То надо понимать и помнить о том, как высоко ты вознесешься благодаря служению Бога в этом мире. То есть есть возможность восхождения. И знай, перед кем ты будешь отчитываться. Это значит, тебе даны силы исполнить все, чего потребует от тебя Бог. И знай, что тело происходит от столь ничтожного источника, как вот эта капля семени, противоположность бесконечной благости источника породившего душу. Раби Ханина, замещавший первосвященников, говорит, молись о благополучии державы. Ведь если бы не страж перед властью, люди заглатывали бы друг друга живьем. Раби Ханина бен Терадион говорит, если двое сидят вместе и не говорят о Торе, это компания насмешников. Ведь сказано в Тагилин. «И в собрании легкомысленных не сидел, только к Торе Господне в лечении его, и Тору его изучают он днем и ночью. А если двое сидят вместе и говорят о Торе, то Шхина, то есть божественное присутствие, пребывает между ними. Как сказано, тогда говорили друг с другом, боящиеся Господа, и внимал Господь и выслушал, и написана была памятная книга перед ним для боящихся Господа и чтущих имя Его». Здесь говорится только о двоих. Откуда же известно, что даже если один человек сидит и занимается Торой, то святой благословен он, назначает ему награду. «Пусть одиноко и молча сидит он, ибо он возложил на него, то есть Всевышний, это бремя». Начнем с плеснений. Молитесь не только о благополучии еврейских властей, но и о всех властей вообще. Тора также заповедовала нам во время Суккот, праздника Суккот, приносить 70 жертвоприношений за благополучие всех 70 народов мира. Так вот, если двое сидят за столом и не говорят слова Торы, то это компания насмешников. То есть, Рамбам говорит, что если они не говорят о чем-то важном, то они являются легкомысленными и лишают себя возможности удостоиться божественного присутствия благодаря учебе. Они насмехаются на Всевышнем, как бы. Показывают, что его присутствие для них не имеет ценности. Так вот, если один человек сидит и занимается Торой, занимаясь Торой на регулярной основе, это очень важно, да, это важнее, чем делать это от случая к случаю, поскольку это требует напряженности у массы вседоточенности, да, то есть, не только заниматься Торой, но делать это регулярно. А вот то, что человеку приходится учиться в одиночку, свидетельствует о несовершенстве мира. Когда мир станет совершенным, все будут изучать Тору, и учеба в одиночку останется в прошлом. А то есть, Торо – источник знаний, источник благословения, и мир идет к тому, чтобы понять это, ощутить это. Третье Мишна. Раби Шимон говорил. Говорит, если Трое ели за одним столом и не произнесли ни слова из Торы, то они как будто ели от жертв мертвым идолам, как сказано, ибо все столпы полны в львотинах испражнениями, когда нет чистого места, то есть упоминания о Боге. Однако Трое, сидевшие за одним столом и говорившие о Торе, как будто ели со стола Всевышнего, как сказано. И сказал он мне, это стол, что пред Господом. Итак, это Раби Шимон бен Йохай. У нас есть возможность тоже вспомнить о мудрецах Торы и понять, кто это. Это был знаменитый Раби Шимон бен Йохай. И из-за того, что он плохо говорил о римлянах, ненавидя их загонения против евреев, ему пришлось скрываться от них вместе с сыном. Раби Шимон бен Йохай. Великий праведник, который был настолько мудр и у него были настолько велики знания Торы, что он мог духовным образом исполнять заповеди, что нам недоступно. Например, надевать тфелин он мог без тфелина и получать тот же эффект. Раби Шимон бен Йохай. Это тот человек, который дал каббалистическое учение. Книгу Зор написал. Все каббалистические знания Торы от него. Он умер. Влагбаумер. Его Йорцайт влагбаумер. И когда он умирал, он улыбался и радовался. Я сказал, что я при жизни достиг всего, что мне было заповедно сделать. Я исполнил полностью свою миссию. И он похоронен на горе Мирон. В том месте, где каждый год тысячи тысяч людей приезжают, чтобы попраздновать праздник Лагбаумер. Как раз его Йорцайт. Это место благословения. Туда привозят детей, когда они делают общернис. Первую стрижку волос, чтобы получить благословение для них. Это очень-очень святое место. Сказано, что перед разрушением храма еда для всех трех групп евреев. Священнослужитель левитов и израилитов, обычных евреев, была священной. Коганим и левитам шла в пищу часть жертвоприношений и даров от израилитов. В то время, как обычные евреи ели выращенную ими самими пищу. Которую они освящали, отделяя часть для священников и левитов. Так вот, эти трапезы, трапезы были сами по себе освящены. И для того, чтобы сделать их более возвышенными, не требовалось тогда слов Тора. Это было до разрешения храма. Так вот, когда один человек ест, при этом событии на самом деле присутствуют три сущности. Тело, душа, нуждающаяся в пище, чтобы возвысить искры святости, находящиеся в пище. И союз тела и души, при котором тело пытается, или питается вдохновением и просветлением души. Говорит любаяческий рэб. От жертв мертвым идолам сказано, да, что ели, что стол подобен жертвеннику. Наш стол подобен жертвеннику. И произнесение слов Тора превращает его в алтарь Всевышнего. А вот когда люди сидят за столом, кушают, но не произносят слов Торы, то это подобно телу, которое не обладает душой, неживому телу. И они тем самым питают только тело, не насыщают душу. Четвертая нишня. Раби Ханина бен Гахинаи говорит. Тот, кто бодрствует ночью, путешествует в одиночку и обращает сердце к праздным мыслям, подвергает свою жизнь опасности. То есть, очень важно, находясь в пути, произносить слова Торы, защищает свою жизнь, а также освещает то место, где мы находимся. Раби Нихунья бен Гакана говорит. С каждого, кто принимает на себя бремя Торы, снимает бремя властей и бремя мирских забот, а на всякого, кто сбрасывает с себя бремя изучения Торы, возлагает бремя властей и бремя мирских забот. Раби Нихунья бен Гакана, который сказал эти слова, однажды у него спросили, чем он заслужил долголетие. Он ответил, что он никогда за свою жизнь не искал славы ценой позора другого человека, и никогда проклятие ближнего не омрачало моего сна, он сказал. То есть, перед сном он прощал всех, кто рассердил его за день, и щедро он распоряжался своими деньгами. Например, платил хозяям лавок чуть больше, чем они просили за свой товар. Это дало ему долголетие. Шестая. Шестая Мишна. Халавта Бендоса из Кфар. Ханани говорит, с десятью сидящими вместе, занимающимися Торой, людьми прибывает Шхина, как сказано. Бог стоит, присутствует, вообще не Божий. Откуда известно, что справедливо даже по отношению к пятерым? Ибо сказано, выстроил он в небесах верхнюю обитель свою, а свод свой основал на земле. Откуда известно, что это справедливо даже по отношению к троим? Ибо сказано, среди судей судит он. Откуда известно, что это справедливо даже по отношению к двоим? Ибо сказано, тогда говорили друг с другом, боящиеся Господа, и внимал Господь, и выслушал, откуда известно, что это справедливо даже по отношению к одному, ибо сказано, на всяком месте, где возглашать, дозволю имя мое, я приду к тебе и благословлю тебя. Так вот, чем больше людей изучают Тору в одном месте за столом, тем увеличивается присутствие Шхины, божественное присутствие. А 10 это наиболее совершенное число, то есть нет более совершенного числа, чем 10. Так вот, первые высказывания данной Мишны можно прочитать, как описание различных уровней раскрытия Шхины, когда 10 человек находятся в одной комнате, Шхина пребывает с ними, даже если они не изучают Тору. Когда они садятся вместе, Шхина начинает усиливаться, когда они заняты обсуждением Торы, или какой-то темы, даже не относящиеся к Торе, Шхина еще больше усиливается от единства. Когда они занимаются Торой, то становятся свидетелями наиболее полного раскрытия Шхины. Там же было сказано и про пятерых, и троих, вот посмотрим, что такое число 5, включает в себя деление, деление две группы по два. И оно, то есть, число 5 воплощает единство, потому что пятая составляющая объединяет, добавляя к четырем направлениям единства. Следовательно, число 5 – это второе по значимости вместилище для божественного совершенства. А почему же 3 считается важным числом? Число 3 содержит в себе различие двух чисел вместе с третьим элементом, который их объединяет. Поэтому 3 считается объединенным числом, намекающим на единство Бога. Еще 3 называются хазака, то есть, когда человек что-то повторяет три раза, то третий раз это уже имеет силу. Седьмая Мишня. Раби Лезар из Бартоты говорит, дай ему из того, что ему принадлежит, иметь в виду Всевышний, потому что ты и все, что есть у тебя, его. Так же говорит и Давид. Ведь от тебя все и полученное из руки твоей мы отдали тебе. Раби Яков говорит, тот, кто идет по дороге, повторяя наизусть Тору, прерывает свое повторение изученную и говорит, как прекрасно это дерево, как будто бы, как будто бы, или он говорит, а, как прекрасно это пашня. Писание говорит о нем, что он подвергает свою жизнь опасности. Итак, мы поясняем некоторые фразы из этой Мишны. Дай ему то, что ему не принадлежит. Или то, что ему принадлежит, имеется в виду Всевышний. То есть, не скупясь давая дзаку, потому что ты отдаешь не свое, не собственность свою, а то, что принадлежит Богу. Он дал тебе это на пользование, дал-то тебе, чтобы ты передал это другим людям. И то, что есть у тебя, это все его, это все Всевышнего. То есть, осознавая, что все твое существование зависит от Бога, что ты и сам, и весь твой мир без него перестанется существовать. Мы говорим, ведь от тебя все, и полученное от руки твоей мы отдали тебе. То есть, эти слова также относятся к человеку, у которого нет денег на милостнюю, но который обещает. И когда у него появятся деньги, которые сейчас находятся в руке Господа, он отдаст их, как подаяние. Раби Йосиф Ицхак из Любавича часто говорил. Когда мы принимаем решение дать милостнюю, то тогда надо отказывать другим людям щедрую помощь, даже если твое решение не соответствует твоим возможностям. То есть, небеса обеспечивают новые пути для того, чтобы твои добрые намерения были исполнены. Ты обещаешь, а Всевышний помогает тебе исполнить это. И так делают очень многие люди, надеются на Всевышнего, обещают, и Бог дает им достаточно, чтобы им была возможность отдать то, что они пообещали. Восьмая Мишна. Раби Дастай, сын Раби Янай, говорит от имени Раби Мейра. Может ли это случиться, что он забыл, потому что учение ему не было под силу? Сказано далее, и чтобы не ушли из сердца твоего во все дни жизни твоей. То есть, человек не подвергает свою жизнь опасности, если он не сидит праздно и не удаляет из своего сердца из-за недостатка пролежания и повторения пройденного материала. Так вот, если ты забываешь законы Торы, потому что не повторяешь пройденное, то ты в конце концов ошибешься, разрешая запрещенное. И таким образом возьмешь грех на душу, говорит Раби Янай. То есть, надо повторять, напоминать себе о законах. Весьма оберегай душу твою. Если человек не убережет свою душу от потакания телесным прихотям, он утратит знания Торы, которым обладает. Поэтому и сказано, весьма оберегай душу твою, чтобы ты не забыл все. Девятое Мишна. Раби Ханина Бендоса говорит, у каждого, для кого боязнь греха предшествует собственной мудрости, мудрость будет долговечна. А у кого собственная мудрость стоит прежде боязни грехов, мудрость не выдержит испытания временем. Так вот, Мишна говорит, что наша боязнь греха должна не только хронологически предшествовать мудрости, но и быть для нас еще важнее. Важнее, чем мудрость. И если мы оцениваем наши знания выше, чем чистоту нашего характера, то в конце концов мы утратим знания, станемся лысыми, так сказать, и там, и там. Сказано в Медраж Шмуэ. Здесь приводится также такой исторический прецедент. Бог не даровал нам Торы, пока мы не избавились от нечистоты Египта. Правильно? Сначала мы очистились, поднялись с 49 ступени нечистоты на первую ступень чистоты. Тогда только Всевышний дал Тору. То есть, пока не исполнились боязни согрешить, не исполнились боязни согрешить, прежде чем нам была дарована мудрость. И эту Мишну произнес Раби Ханина Бендоса. И он был известен как сведущий в чудесах. Однажды, перед самым наступлением Шаббата, он заметил, что его дочь чем-то огорчена. Он спросил, что случилось? Она ответила, что по ошибке налила в субботний светильник уксуса вместо масла. Тогда Раби Ханина сказал, дочь моя, почему ты беспокоишься? Тот, кто повелел маслу гореть, прикажет гореть и уксуса. И так произошло. Уксус горел весь Шаббат. Подобный случай мы слышали также про основателя хазитизма Балшемтова, когда он взял сосульку ледяную и тоже сказал, кто приказал гореть свече, тот прикажет гореть и сосульке. И у него горела сосулька. В общем, это люди наполненные, наполненные мудростью. Про него еще есть одна интересная история, что в одном городе змея под названием Арват стала кусать людей. И они обратили за помощью к Раби Ханин. Он пришел и закрыл пяткой вход в нору, из которой эта змея выскакивала. Змея выскочила, укусила Раби Ханину и умерла. Вот такой святости был человек. Из этого происшествия родилась пословица «Горе человеку, который встретится с Арвадом, и горе Арваду, который встретится с Раби Ханиной Бендоса». И его благочестие распространялось даже на его животных. Однажды украли его осла, и тот отказывался прикасаться к корму, который давали ему воры, потому что от этого корма не была отделена десятина. И в конце концов воры отпустили осла. И однажды сын Раби Ханины слышит крик осла и говорит «Папа, посмотри, это похоже на рев нашего осла». А Раби Ханин ответил ему «Сынок, открой дверь и накорми его срочно, потому что он умирает от голода». Правильнику было все известно. Итак, Десятая Мишна. Он часто говорил «У того, у кого добрых дел больше, чем мудрости, мудрость будет долговечна, а у того, у кого мудрости больше, чем добрых дел, мудрость не будет долговечна». Он также часто говорил «Тот, кто по душе людям, по душе и Богу, а тот, кто не по душе людям, не по душе Богу». Тот, у кого больше добрых дел. Добрыми делами являются гостеприимство, милосердие, помощь слабым и больным, забота о сиротах и вдовах и предоставление одежды нуждающимся в ней и пищеголодным, особенно из них тем, кто сам когда-то был состоятельным человеком и стеснялся просить о помощи. Так вот, больше, чем мудрости, добрых дел. Очистив душу с помощью добрых дел, такой человек становится сосудом для сверхъестественной мудрости Торы, которая иначе была бы ему недоступна. И сказано также, что действие, оно прежде всего, когда человек накладывает тфилин. Сначала мы накладываем на руку, это символизирует действие, а потом на голову, это символизирует мудрость. И более того, тфилин с головы снимают прежде, чем с руки, потому что тфилин, связанный с делами, должны находиться на человеке дольше, чем тфилин, связанный с мудростью. Вот такое есть объяснение. Тот, кто по душе людям, по душе и Богу. Хасиды однажды обратились к рабе Шнеру Залману, первому львачу к рабе. Какой способ служения Богу является более достойным? Любовь к Богу, любовь к ближнему. Он ответил, любовь к ближнему, потому что таким образом мы проявляем любовь к тому, кого любит наш возлюбленный. Одиннадцатая Мишна Раби Элязар из Мудина говорит, тот, кто оскверняет святыни, позорит праздники. Публично унижает товарища своего. Публично нарушает завет отца нашего Авраама. Неправильно объясняет Тору, даже если есть у него знания Торы и добрые дела, лишен он доли в будущем мире. Раби так объясняет, что в этой Мишне описывается человек, который, обладая знаниями Тора и совершает добрые дела, тем не менее отказывается принять основной жизненный принцип, способность человека наполнять святость и физический мир. Кажем из пяти действий, упомянутых в этой Мишне, он умаляет святость, созданную людьми. Да, то есть праздники, уважение товарища и заповеди обрезания, это все то, что очень свято и связывает нас со Всевышним. И то, что наполняет святостью наш физический мир. Раби Ишмаэль в 12 Мишне говорит, будь предупредительный с главой, любезен с темными и принимай любого человека с радостью. Рабам так это поясняет, в присутствии выдающегося человека будь уступчив, оставь гордость и сомнения. Однако в присутствии молодых, темноволосых людей, веди себя сдержанно, не унижай себя шутками и тому подобными вещами. 13 Мишна. Раби Акива говорит, цинизм и легкомыслие приучают человека к непристойности, традиция это ограда для торы, десятины это ограда для богатства, обеты это ограда для поддержания, для воздержания, а ограда для мудрости молчания. Легкомыслие и веселье приводят к дурным последствиям. Традиция имеется ввиду устная традиция, с помощью которой устанавливается точный смысл стихов и законов письменной торы, это Раша говорит. Когда говорится про обеты, то соблюдая обеты человек привыкает к самодисциплине и приобретает способность контролировать свои побуждения, когда его охватывает какое-то губительное искушение. И молчание, молчание это ограда для мудрости, тот кто больше заботен тем, чтобы высказать свои взгляды, нежели тем, чтобы выслушать своих учителей, никогда не станет по-настоящему мудрым. Прораби Акива. Раби Акива это очень известный праведник, который перешел в иудаизм и выучил всю Тору, стал великим мудрецом Торы. И про него еще сказано интересный факт, что он был одним из четырех мудрецов, доживших до 120 лет. Трое остальных это Моше, Моше Рабейну, Елель и Рабан Йохананн бен Закай. Так вот, Раби Акива в 14-м Мишне, он часто говорил, «Любим человек Богом, потому что он был создан по образу Божию. Еще большая любовь в том, что поведано ему, что создан он по образу Божию, как сказано. Ибо по образу Божию создал он человека, любимый сыны Израиля, ибо названы они сыновьями Вездесущего. Еще большая любовь в том, что поведано им, что они названы сыновьями Всевышнего, как сказано. Сыны вы Господу Богу вашему, любимые сыны Израиля, ибо был им дарован драгоценный сосуд. Еще большая любовь в том, что поведано им, что был им дарован драгоценный сосуд, как сказано. Потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте торы моей». Итак, «Любим человек, еврейскому народу заповедано Богом убеждать все человечество соблюдать этот нравственный кодекс». Сказано по образу, по образу своему. То есть, имеется в виду прямохождение. Человек отражает вложительство Бога, когда он ходит с высоко поднятой головой. Есть животные, у которых голова ниже, чем тело. У человека должна быть голова выше. Это признак связи со Всевышним. И также советуется спать человеку на подушке, хотя бы чуть-чуть. Голова должна быть выше остального тела. Так вот, все предрешено. Способности и качества каждого человека известны Богу. Он не посылает человеку трудностей, которые тот не в силах преодолеть. То есть, человек сталкивается с какими-то задачами. Бог ему дает всегда силы решить это. И Всевышнему все видно. То есть, чем бы человек ни занимался, даже если он находится в укромной комнате один, то все равно Всевышний следит за всем. Он находится всегда в присутствии Бога. Человеку дана свобода выбора. И человек должен обдумать тот факт, что Бог сам даровал ему эту свободу, чтобы он, собственно, в нем усилия мог сделать правильный выбор. Тогда он будет пользоваться этим даром радостно, преданно и с любовью, говорит любопедческий Рэбби. Еще здесь сказано по преобладанию добрых дел. То есть, нас учит это делать добрые дела часто. Допустим, если есть тысяча евро, можно кому-то передать это, кто нуждается. Но можно дать по евро тысячи разным людям. И это приучает делать добрые дела. То есть, это оказывает дающему еще больший положительный эффект от его доброго дела, потому что он повторяет это. То же самое сказано про нехороший поступок. Лучше, не дай бог, если человек что-то совершает нехорошее, лучше сделать один нехороший поступок, чем периодически повторять много раз. Это тоже его приучает к нехорошему. Итак, он же, Раби Акива, в 16-й Мишне, часто говорил, все дается под залог, и на всех живущих раскинута сеть. Лавка открыта, и торговец дает в долг. Счетная книга открыта, и рука записывает. Каждый, кто хочет прийти и взять кредит, придет и возьмет в долг. А сборщики совершают ежедневные обходы, и взыскивают человека с его ведома или без. И им есть на что сослаться. Суд, суд праведный, и все готово к трапезе. Итак, все дается под залог. Надо понимать, что все, что есть у человека, его жизнь, способности, имущество, общественное положение, это все дано Богом под залог. И человек, его цель и миссия стать помощником Бога в акте творения. То есть, используется это все для усовершенствования этих нашего окружающего мира. И если он пользуется этим всем в эгоистических и таких материальных интересах, то ему, в конце концов, придется платить по счетам, скажем. И торговец дает в долг. Торговец дает в долг. Имеется в виду, что Всевышний дает в долг. И надо будет отдать владельцу, значит, Всевышнему надо будет вернуть. А потом сказано, что суд праведный, все готово к трапезе. То есть, единственная цель всего, вышепомянутая, это подготовиться к праздничной трапезе. То есть, к жизни в будущем мире. То есть, здесь, в этом мире, сделать все возможное, чтобы получить вознаграждение в будущем мире. Раби Элазар Беназария в 17-м Мишне говорит, нет тора, нет умения вести себя в обществе. Дерх Эрец. Нет умения вести себя в обществе. Нет торы. Нет мудрости, нет богобоязненности. Нет богобоязненности. Нет мудрости, нет знания, нет понимания. Нет понимания, нет знания. Нет муки, то есть хлеба. Нет торы, нет торы, нет муки. Он имел обыкновение говорить, Кому подобен тот, у кого мудрости больше, чем добрых дел? Дереву, у которого много ветвей, но мало корней. Налетает ветер, вырывает его из земли и переворачивает вверх ногами, ибо сказано, проклят тот человек, который полагается на человека и отвращает сердце свое от Господа. И будет он, как можжевельник среди степи, и не увидит прихода благодати, и будет жить в сожженной зноем пустыни среди необитаемых солончаков. А тому, или кому подобен тот, у кого добрых дел больше, чем мудрости? Дереву, у которого мало ветвей, но много корней. Так что, даже если ветры в мире прилетели бы и начали дуть на него, они не смогли бы сдвинуть его с места. Как сказано, благословен человек, который полагается на Господа, и будет он, как дерево, посаженное у воды и пускающее корни свою протока, и не почувствует оно наступающего зноя, и листво будет зеленеть, и не будет оно озабочено в год засухи, и не перестанет приносить плод. Раби Элизаби Назария, известный великий мудрец, которому выпала честь за то, что он был очень щедрым и благодетельным, он в год отдавал по 12 тысяч телят из своего стада в качестве десятины. Так вот, ему исполнилось 18 лет, и его попросили возглавить, стать Наси, возглавить еврейский народ. И он обратился к жене и сказал, как мне быть, и у них были сомнения, но получилось так, что она сказала, у тебя еще нет седых волос. За ночь у него появились на бороде 18 седых волос. И сказано интересно, что согласно Ризалю, Раби Элизаби, он перевоплотился в душу пророка Шмуэля, который прожил 52 года. И добавив к его возрасту 52 года, свои 18 лет, получилось 80, и он таким образом выглядел, как привычный, достойный судья, Наси, глава народа. Так вот, нет Торы, нет умения вести себя в обществе, Дера Херетс. То есть, не соблюдая или не обладая знанием Торы, невозможно добиться совершенства в овладении хорошими душевными качествами, сказано. Нет умения вести себя в обществе, нет Торы. То есть, человек с дурным характером не может принять Тору от всего сердца. То есть, все взаимосвязано. Нет мудрости, нет богобоязненности. То есть, наивысшей степенью богобоязненности можно достичь только благодаря мудрости, сказал Робейну Йона. А предназначение мудрости состоит в том, чтобы достичь богобоязненности. Опять же, взаимодополняющие факторы. Также есть еще и хасидское объяснение. Мы говорим про понимание, знание и мудрость. Есть три понятия важных интеллектуальных качеств. Хохма, бина, даат. Хохма – мудрость. Бина – это понимание. И даат – знание. Они все взаимосвязаны между собой. То есть, человек, обладающий пониманием, может получить знания. Человек, имеющий знания, может применить их, сопоставить в разных процессах. И поэтому понять что-то новое. В хасидизме мудрость – это вспышка, это идея. Потом второй шаг – это понимание. Понимание – это качество, которое также ассоциируется с женским началом. То есть, суметь эту идею спланировать. Суметь составить архитектурный план, прежде чем построить здание. И само уже завершение этого процесса – даат. То есть, знание – это процесс строительства. Это процесс воплощения мудрости, понимания этого плана в жизнь. Это строительство здания. 18-я Мишна. Раби Илеезар Бен Хисма говорит. Законы о жертвоприношении птицы, о начале состояния ниды – это основы галахи. Учение о небесных циклах Гематрии – это приправы к мудрости. Это завершающая Мишна 4 главы. И здесь имеется в виду, что тот, кто много занимается торой, но не совершает добрых дел, подобен лошади без поводзев. То есть, только человек попытается сесть на нее, и она сбросит его. То есть, необходимо применять знания. И также Раби Илеезар упомянул вот эти два закона – жертвоприношение, птицы, начало состояния – для того, чтобы дать пример. Например, эти два закона требуют арифметического подсчета, то есть, знания математики. И поэтому их можно применить и сопоставить с астрономией и Гематрией. Гематрия – это наука о числовом значении слова. Каждая евритская буква в еврите, каждая буква имеет числовое значение. И есть совокупность букв, и каждое слово имеет свое числовое значение. И также замечено в каббалистическом понимании, что слова, имеющие одинаковое числовое значение, могут иметь что-то общее. Не обязательно, но могут. И могут быть взаимосвязаны. Так вот, сказал это, эту мысль, Раби Илеезар бен Хисма. Откуда взялось вот это имя Хисма? Сказано так, что однажды Раби Илеезар пришел в город, и его попросили вести молитву. Он был очень-очень мудрым. Говорит так, что когда он открывал рот, то все остальные замолкали, потому что он обладал величайшей мудростью. Так вот, его попросили провести молитву, а он не мог. И все люди удивились и сказали, такой великий мудрец, который называют Раби, не может провести молитву. И тогда он расстроенный пришел к Раби Акива и попросил его помочь ему научиться вести молитву. И Раби Акива научил его. И когда в следующий раз он вернулся в город, его опять в этом же городе попросили провести молитву, то он смог это сделать. Тогда жители города сказали, Раби Илеезар стал сильнее. И прозвали его Раби Илеезар Хисма, то есть ставший сильным. Так вот, и говорится также здесь о приправе, приправа, приправа мудрости, вот эти исчисления, способность к исчислениям, то есть вот эти обе заповеди о циклах, о небесных циклах, и также о жертвоприношении птиц, и состояние неды, то есть эти исчисления дней, нечистоты, они требуют математических знаний. Вот, и сказано, что это приправа, это не основная пища, насыщающая душу, но они способны, они подобны десерту, который подают после основной трапезы ради удовольствия, а не ради насыщения. Так вот, и в завершении, в отношении Тора, Раби Илеезар давал сходные наставления, что нужно учить все законы Тора охотно и тщательно. То есть есть некоторые заповеди, некоторые законы, которые кажутся нам очень важными, например, о служении в храме или о соблюдении субботы, а есть некоторые законы, которые нам непонятны, они нам могут показаться неважными, что нам может быть кажется, что не обязательно это учить хорошо, но он говорил, что нет таких законов, которые не важны, и все нужно учить одинаково, и все заповеди, они тоже имеют одинаковую важную ценность, независимо даже от нашего понимания, и нужно учить все законы охотно и тщательно. И даже законы, относящиеся к ситуациям, связанные с некой неопределенностью, например, о жертвоприношении птиц или о времени наступления состояния неды, следует учить с тем же рвением, как другие, потому что каждый закон в Торе важен для полноты всей Торы. Большое спасибо!